Водолей, приветствую вас, мои дорогие. Давайте вместе с вами посмотрим ваш расклад на сентябрь месяца. Что вас ожидает, что вам высшие силы подсказывает на начало месяца, на середину и на конец месяца. Конечно, если вы готовы, давайте мы начнем. Первая карта на начало месяца. Девятка мечей. Девятка мечей показывает, что уже на начало месяца, мои дорогие водолей, на сентябрь показывает, что у вас как будто приходит осознание чего-то, то, что вы не делаете неправильно. То, что как будто вам дается, что вы уже понимаете, что что-то не то в вашей жизни. Следующая карта, мои дорогие водолей, это двойка кубка. Двойка кубка показывает, что вы понимаете, что рядом с вами не тот человек, который нужен. То, что не тот, который вам идти по жизни, идти по той дороге, которой вам хочется. Как будто вы не видите человека, который рядом с вами, что у вас может что-то получиться. Следующая карта, мои дорогие, для вас это шестерка мечей. Шестерка мечей приходит, вот почему? Приходит осознание, что вы должны плыть к другим берегам. К каким берегам вы дойдете, это все зависит, все показывает, все от наших действий, все от чего, то, что мы делаем. Но как будто вам показывает то, что вы от какой-то союза, от каких-то отношений, от какого-то человека, вы как будто уже осознаете, что вы должны идти вперед. Что у вас уже все не получается, как бы у вас никакого, как бы какого-то результата ничего не дает. Следующая карта на начало месяца сентября, мои дорогие водолей, король кубков. Ваше состояние, контролируйте именно ваше состояние вот именно эмоционально, потому что вы как будто на сентябрь душевно, вот именно душа у вас как будто вы страдаете. Вы как будто вам тяжело сделать этот шаг вперед, но благодаря вашей мудрости вы это осознаете, что тех отношений, которые у вас есть, они не приведут вас к ничему, и вы хотите делать шаг вперед. Следующая карта на начало месяца семерка кубка. Семерка кубка показывает, убирайте ваши иллюзии, убирайте то, что вам не нужно, потому что вы как будто фантазируете. То, что вам как будто, то, что на самом деле нету в вашей жизни, но вы живете этими иллюзиями, вы как будто все-таки стараетесь жить то, что нету на самом деле. Следующая карта, мои дорогие, возьмем на середине месяца, что вам высшие силы подсказывать, мои дорогие водолеи. И следующая карта у нас, карта Тузмичей. Карта Тузмичей говорит, через осознание то, что вы должны обрубить чего-то, то, что вы должны обрубить то, что вам не приносит счастья, то, что вам не приносит доходы, то, что вам... Даже ту работу, которую она не приносит, знаете, приходите, заставляя себя, вы как будто уже понимаете, что ни к чему. Но это тоже здесь показывает то, что все зависит как бы от вас, потому что вы должны принять это решение. У вас осознание на начало месяца идет, но уже на середине, уже понимаете, что вы должны это обрубить. Следующая карта на середине месяца, колесо фортуны. И фортуна на вашей стороне. Вам дается шанс, вам дается шанс для того, чтобы вы начать чего-то. Вам дается шанс, чтобы вы обрубили, чтобы вы как бы понимали, что тебе не стоит там быть. Тебе нужно начать заново чего-то. Тебе нужно уйти вперед, потому что даже если уже мы понимаем, приходит осознание, что что-то не то, это уже и хорошо. Следующая карта на середине месяца, мои дорогие, четверка кубков. Четверка кубков показывает высшие силы на вашей стороне. Они вам помогают. А не дает вам вот ту фортуну, ту удачу, которая вам нужна, чтобы вы начали решать чего-то. Но вы не берете, вы как будто пока отдыхаете. Вы как будто думаете, ну а сделать мне это или не сделать, получится у меня или не получится. Следующая карта, мои дорогие, тройка жезлов. Но после того, что вы даже осознаете, что вы должны, как будто даже то, что вы не то, что осознаете, но пока никакие действия, все-таки вы на середине месяца делаете выбор. Вы как будто понимаете, даже здесь может для женщины то, что вы осознаете, что у вас есть любовь к какому-то мужчине, где это только в вашей иллюзии, и вы понимаете уже в середине, что эти отношения к чему. Потому что не судьба не быть человека, а что бывает такое, что судьба не быть человека. И вы как будто делаете выбор уйти вперед, как будто вот эти иллюзии оставлять. Следующая карта на середине месяца, мои дорогие, это карта смерти. Карта смерти, закончить что-то старое и начать заново, у вас дается, у вас карта трансформация, у вас как будто идут трансформации, именно то, что вы как будто у вас разрос связи, уже как будто вы не хотите уже то, что было в прошлом, вы делаете уже выбор идти вот по-новому. Следующая карта, мои дорогие водолеи, на конец месяца, это карта сядка кубков. Конечно, после дождя, после всегда, после дождя всегда выходит радуга. Поэтому здесь и пока для того, чтобы вы получили то счастье, чтобы вы получили тех эмоций, чтобы вы были вместе с человеком, который вы хотите, это все зависит от вас. Все вот середина, у вас как будто осознание, то, что выбор-то вы сделали, то, что вы понимаете, что мне надо точку здесь поставить и уже начать заново что-то, вот для того, чтобы я получила то, что я хочу. Следующая карта на конец месяца, мои дорогие, королева жезла. А королева жезла пока ваша благородность, ваша мудрость, то, что вы уже понимаете, что вам нужно сделать, вы начинаете потихонечку, потихонечку у водолея, чтобы понимать то, что я вижу. Человек решается уже в сентябрь месяц какой-то шаг делать вперед. Но здесь как будто здесь тоже показывает то, что от ухода, от каких-то отношений, от которого вы понимаете, что уже там нету ничего хорошего. То, что вам не судьба быть там на том месте. Следующая карта, мои дорогие, на конец месяца, это у нас карта десятка мечей. А десятка мечей пока, благодаря вашей благородности, благодаря то, что вы понимаете, чтобы не получить эту десятку мечей еще раз, вот ту боль, которая у вас была, вот вы осознаете, что идете вперед. Вот расклад хороший для водолей. Следующая карта на конец месяца у нас, мои дорогие, это башня. Башня это разрушение. То, что разрушаете ваши какие-то стереотипы, разрушаете какие-то ваши привычки, какие-то ваши мысли, которые не приведут ни к чему хорошего, которые вам никакого... Но это здесь все, что разрушение идет, то, что зависит от вас. Возьмем карта совета для вас, мои дорогие водолеи, в конце месяца сентября. Что вам Высшие Силы подсказывает? Повешенные. Вот повешенные показывает. Если вы, даже здесь еще могу сказать так, что если вы благородно не будете оценивать какую-то ситуацию, которая начинается уже у вас с началом месяца, вот не понимаете, что уже даже после дождя может выходить радуга, потому что вы благородные, вы, дорогие водолеи, вы понимаете, что для того, чтобы вы опять не попали в ту боль, в тех разрушений, те вот то, что разрушение, которое у вас было в прошлом, вы как будто должны повесить какую-то ситуацию. Может даже на время, может вам дается время повесить какую-то ситуацию, оставить в сторонку то, что... Но вы как будто это должны, вот это советовать брать, то, чтобы закончить чего-то. Конечно, мои дорогие водолеи, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране.